Сейчас вы скажите, снимали меня? Конечно. А потом что вы делаете? А ничего нет, у нас всё выставляется в интернет. Хороший человек, хорошие слова говорит. Чего ради закапывать талант такой? Вы ни одного плохого слова не сказали. И Господь благословит вас, пускай. А вы где буквально это видели? Ну, это когда-то там будет. Вот в воскресенье мы завтра групповой заходим сюда, в разных местах. Заходим и будем беседовать. Тут много мусульман, поэтому мы... А вы знаете, тут знак плохой. А что у вас там написано? Я сейчас прочитаю. Ну, сделайте, чтобы... Я не вижу ещё там. Так, минутку. Ничего не прочитаю. А что там написано? Ну, это знак плохой. Лучше вылезти это видео. Ну, это знаете, если человек не знает, он наденет. У меня знакомый тут один. Уже пожилой, 80 лет, как я. Ему подарили футболку. Он здоровый такой, она у него прекрасна так. А я читаю вот так вот. А у него написано... Их беньшайся, дубий шульдик. И вот так рука и палец. Я прочитал когда, на немецком языке это не может быть. Я позвонил, тут у нас сестра работает, преподаватель в университете немецкого языка. Я говорю, их беньшайся, дубий шульдик. Это правильно перевод ей дал? Ну, это так вот. Я еще встретился, племянница в Германии. А это означает... Это люди, когда свои ошибки не признают. И написано, я говно, а виноват ты. Он его сразу снял, больше ни разу не надевал. Это немцы придумали так. Это другое, это другое. Ну, не знаю, я слышал такой разговор. Вышла одна американка, там, купила в Китае какую-то надпись. Вышла, ну, ей нравятся надписи такие, там, иероглифы. А ребятишки стоят и хохочут. Она говорит, чего они смеются-то? Подошла, там, кто в гостинице, говорит, что написано? Он прочитал, где вы ее взяли? Это, говорит, такие государства не выпускают. Ну, а что написано? Надо это... Ну, я хочу знать. Там написано, я распуфырная дура. Она снялась, смеялась, ну, что сделаешь? Надо знать, конечно. Не попасть в просак. Для Бога надо все делать. И тогда не будет ни стыдно, ни ошибки никакой. Вот мы строим деревню. Вот я начальник детского лагеря был. У нас все открыто. Это привлекает людей. Мы показываем, как возродить землю. Как детей поставить на ноги. Я 18 лет сотрудничал только с тюрьмой, потому что у меня опыт такой. Пять тюрем за плечами. За слово Божье, не как-то. Мы конкретно решаем, вот сколько в одном-то университете, я в пяти вел занятия, 18 лет. Это все бесплатно. Тут у меня в детский лагерь пришлось... Ну, Роспотребнадзор сильно давил. Наши там у нас несоответствия. Там упала покрышка, и эмаль сверху маленько отбилась. Это уже замещание. Какое отношение это имеет? У меня ни одного больного нет за 45 лет, говорю. Не слышит, давит. И мы тогда преобразовало в музей. Ну, а трудности всякие зарегистрировать. А тут советуют. Знаете, вам нужен под грант. Новый у нас губернатор в Алтайском крае. И что? Ну, какие-то средства выделят. А зачем? Ну, чтобы музей работать. Он мне так будет работать. Моя задача показать, что без денег мы можем делать, а вы мне деньги. Я их не возьму никогда. Мы хотим показать, что в государстве все эти вопросы, я не люблю слова проблемы, можно решать. Если ты лидер, у тебя есть последователи. Даже вот у меня детский лагерь. Это не игрушка. Тысячи детей поднять без помощи государства, чтобы было интересно. Не болели. Ни один не погиб. Ну, понимаете, из года в год они и те же приезжают. Это что-то говорит. Землю вот. 21 тысяча поселений исчезло. Мы взяли землю, восстанавливаем. Школу построили. Храм. Дома. Все за свой счет. Дороги за свой счет. Это очень и очень дорого. Шесть прудов восстановили. Зарыбили три. Рыбу ловить. Нам никто не укажет, как ловить. Потому что это наше. Мы можем сетями ловить, неводом, бреднем. Потому что это наш труд. Там лужа была, а мы сделали из нее настоящую рыбалку. Один раз засыпили, вот нынче было. Полтора сантиметра вытянули. А на стол, когда лишнего-то ничего нет. Это как раз подспорье. Никогда столько рыбы не было. Да другой пруд. Мы из этого поймали. Семьсот карасей туда перекинули. Понимаете, ты все время в движении. Вот мне восемьдесят первый год. А я даже не чувствую, как будто мне тридцать лет. Потому что я все время со студентами вместе. Начальник детского лагеря с ребятишками. Ну и все это отражается. А что скрипеть-то? Спрашивают на пенсии. А какая пенсия? Я говорю, у меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажу. На стройке. 8 тысяч. И даже интернет могу откупить. Ну, смеются. Ну и каждый раз спрашивают. А пенсионер, а чем болеешь? Я говорю, что это такое? Я еще ни одной таблетки не съел. Болит? Ну, болит-то болит. Это же организм-то старый. Как машина. Она хлопает. Плохо. Старая-то. Но это не означает, что болезнь. Это не болезнь. Это старость. Но я еще хожу. Две голубятни. Я туда-сюда лажу. На велосипеде гоняю. И каждый молодой гонится. Интересно. И поэтому даже и в старости, даже и в бедности можно жить красиво и интересно. Вер, который признает Святую Библию. Это уже здорово. У меня папа старовер. А старовер что означает? Вы к какой иерархии относитесь? Ну, мы не Никоны, короче. Ну, короче, вы... Раскололось, раскололось на староверчестве. Я знаю. У нас корни старобрядческие. Я родился в старобрядческой семье. Я хотел спросить, у вас священство есть или нет? Ну, у меня папа обряды, да, проводит. Нет. Священник, который причащают, у вас нету? Папа стал священником. То есть он же и освящает, ему же и покаяние даешь. Понятно. Так вы к какой относитесь? Которых священцы староверы, старобрядцы? У них только два. Новозыпцевская и Белокреницкая. Ой, вот это я уже не знаю. Да он просто старовер. Нет, как старовер? Ну, папа говорит, священник исповедует. Ну, у них же тоже исповедуют. Ну, только два, а у беспоповцев нету. Нет, у беспоповцев-то они сами. Нет, у беспоповцев точно. Беспоповцы это вот Каштайерский край. А что вы это дым-то пускаете? Зачем? Ну, жизнь такая. Да это не жизнь такая, а глупость такая. Наше тело, наше тело называется храм Божий. И храм, кто храм разрушит, того Бог покарает. А Курева 12 лет жизни отнимает. Это самоубийцы. Это я знаю. Ну, вот молодец какой. Так, вы можете зайти на наши ресурсы. Они очень богатые. Насчитаны... Наши ресурсы? Ну, Ютуб, сайт, форум, Майл.ру, Мой мир. Так у вас табак это курите? Нет, это не табак. Ну, лучше не смущай бы. Положи в сторонку пока. Подождите. Подождите. А как вы, в смысле, зашли на цикл? Майл, Ру, Яндекс. Это же все дьявольское. А кто это вам так навеял? Это старые христианцы вообще-то. Никак. У старообрядцев тут такие... Нельзя такое. Да, у них такие каналы, снимают все. Богослужения, все остались здесь. Вы зарядите старообряд сейчас, и увидите, какие у них каналы красивые. Каналы красивые, только это уже не старообрядцы. Старообрядцы вообще ни к чему мирскому не прикасаются. Старообрядцы, старообрядцы. У них интернет есть. Не считается. У нас старообрядец здесь, и он кибернетику, вот этот интернет преподает в институте МВД. Так интернет, это что? Это три точки W. А W что? Это три шестерки. Да что придумают-то, три шестерки? А кто его изобрел, интернет, знаете? Знаю. А кто? Американцы. Ну, назовите его по имени, как? Ну, по имени не скажу. Тим Бернерсли. Тимофей. Мы за него молимся каждый день. А кто мобильный телефон изобрел? Так, Владимир, дай-ка там часы. Вы не старообрядцы. Телефон там лежит. Потихоньку. Так, повторите, и что сказали? И телефоны тоже нельзя. А кто телефон изобрел? Телефоны тоже нельзя. Я говорю, кто изобрел-то? Изобрел кто? Нет, подождите, никто изобрел. А вы из какой церкви? Мы православные. Мы родились в старообрядческой семье без поповских киржаки. Вы, то есть, православные старообрядческие, но вы поддерживаете... Поддерживаете. Да, поддерживаем. Мы молимся два перста. Но мы принадлежим к церкви новообрядческой сейчас. Покажите еще раз, как вы. А, все понятно. Нет, это не то, значит. Это не моя церковь. А как у вас, так? Ну, да как не так-то? Нет, пальцы ровно. Да не ровно. Вот у вас они не ровно выступают. А вот это означает, склоненные небеса сошел Господь. Вы даже не знаете. Старообрядец. Старообрядец, чтобы курил, это вообще нонсенс. Это не старообрядец. Нет, ну я... Я не хожу в храмы. Я просто являюсь старообрядцем. Я знаю все эти каноны. Я знаю все. А что знаете, какой канон? Нет, ну я... Вот я утрированно говорю. Я знаю, куда, какие каноны идут, какие, где, как. А сколько канонов всего? Я не то, что их наизусть знаю. А сколько канонов всего? По количеству? Двенадцать. Всего канонов семьсот девятнадцать, миленький мой. Из них нарушается в храмах у старообрядцев четыреста тринадцать. А вы где живете? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне восемьдесят первый год. Алтайский край. Мы в Кемерск области. Вроде как рядом. Видите, старообрядчество отличается просто диким образом. Ну, может быть, что-то есть такое. Ладно, тогда, если вопросов нету, разойдемся с Богом. Христианином, православным, проповедником. Вы агитируете людей? Ну, а что агитируют? Вот тут мерзость рулетки, тут садом. Что делает мужчина? Анонизмом занимаются. Женщины трясут голыми грудями. Мы пришли, чтобы сказать, что людей ждет. Согласно Слову Божию. А вы знаете, что не суди, не судим будешь. А уже осуждены. Их судить не надо. Написано, иди обличи. Если ты его не обличишь, языки 3.18, Господь говорит, он погибнет, а его кровь я с тебя взыщу. Поэтому, если ты обличал его, сказал ты мне, кури, а ты делаешь, он погибнет, его кровь на нем, а ты спас свою душу. Так что тут надо знать. Мне что судить-то? А вы зачем мне это говорите? Мы сюда пришли для того, чтобы людей оповестить, что Иисус Христос умер за грехи людей и ждет с покаянием, чтобы изменили жизнь. Дедушка, у вас с головой, наверное, что-то не так. Извините меня, пожалуйста. Ну, конечно, не так. Все, говорят, идут не в ногу, один ягод в ногу. Сегодня признают Христа 2 миллиарда 200 миллионов, как спасителя мира. 2 миллиарда мусульман и почти 2 миллиарда буддистов, безбожников, атеистов, открыто заявляющих, 8 процентов. Но на них падает 90... На них падает... На них падает, повторяю, на эти 8 процентов падает 99,9% всех преступлений мира. Там нет узды никакой. Сквернословы, богохульники, блудники, воры, убийцы. А когда человек верит, он Бога боится, не может делать этого. Идет всех к покаянию. По Святой Библии. Евангелие тут так написано. Когда Христа распяли, а Он воскрес, тогда евреи говорят, воины, которые стояли там у гробницы, в пещере-то, они бежали, им дали денег, чтобы они сказали, его украли ученики. Украли. А сегодня говорят другие, а он не умирал. Просто пророк был. Нет, он Бога-человек. Он умер за нас. Евангелие говорят об этом. Да мы это ощущаем. Мы для Бога должны жить. Хорошо, мы это запомнили. До свидания. Удачного вам дня. Так что? Удачного дня. Спаси Христос. И вам всего хорошего. С Богом. Вот в щите у вас там мои книги. Мы проехали, 650 городов навестили. Из Барнаула доехали до Владивостока. Извините. А отсюда доехали до Лиссабона. Проехали Прибалтику, Скандинавию, Турцию и Север. И сделали подарок в библиотеке на 35 миллионов рублей. А в связи с чем такие подарки? Ну, один комплект у меня книг. Он стоит 750 евро. И мы подарили в 650 городов и сел. 120 тысяч километров. Они спрашивают, зачем вы подарили? Зачем? Чтобы люди считать могли. Они сказали, бедные библиотеки и не купить ничего не могут. Вот моя задача, чтобы люди узнали это. Я там отвечаю студентам вопросы какие, проповеди. Ну, слушайте, на самом деле, вам большая честь и хвала за ваши заботы и старания. Мы строим православную деревню. Православную деревню строим. Хвала, которые могут сделать добро и посвятить людям свои знания. Ну, мы говорим людям, что Иисус умер за наши грехи. И надо покаяться, покаяться, сходить в храм Божий к священникам, чтобы жили для Бога люди. А тут всякая мерзость. Ну, слушайте, давайте вот тему Христа и вообще оставим. Ну, оставим, тогда мы расходимся. Так, все, тогда до свидания. Все, спасибо вам большое. Когда люди верят в Бога, дела идут вверх. А когда не верят, дела идут вниз, в преисподнюю. Вот по этой книге Господь будет судить мир. И мы пришли об этом сказать, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес и зовет всех к покаянию. Жить в Боге. У меня здесь книга на работе на столе и дома на столе. Я читаю по... Ну, читаю каждый день. Без Бога-то жизни никакой нет. Один раз врат и матерщина. Курева и наркотики. Да, мы нуждаемся. Знаете? А? Вы знаете? А ты что тут делаешь? Они говорят, нуждаются в этом. Нуждаются. Так вы тогда как-то остановитесь, чтобы видно было. Ладно. Мы проповедники православные пришли сюда свидетельствуем о Христе, зовущем всех к покаянию, чтобы люди приняли от него даром этот великий дар жизни вечной. Сидишься. Ой, блядь. Точнее упал, дедой. Так. Что это? Матерец. Слышишь, матерятся, да? Они спрашивают, зачем вы тут сидите и матерок потом. Это убрать надо. Ну ладно, все.